Мария, вы правильно подчеркнули, что этим терактом Путин навлек беды на очень многих людей. И речь идет не только о жителях материковой Украины, но и о крымчанах. И вот тут интересно, как вы думаете, почему Путин решился на то, чтобы оставить без воды жителей Крыма, этого сакрального для него и для путинской пропаганды, места? Казалось бы, Крым, Путин и вот такой поступок. Чем это объясняется? Ровно тем, что я сказала. Они видят, ну как, уже, видимо, не только видят, а, наверное, все их, ну, какие-никакие службы, все разведданные говорят о том, что Украина не просто готова к наступлению. Меня поправляют военные, потому что, когда мы говорим контрнаступление, мы знаем, что мы вкладываем в это слово, но правильнее в данном случае употреблять слово украинское наступление, ну, я доверюсь опытным военным, раз так верно, значит, давайте так говорить, в результате которого был бы освобожден оккупированный Крым. Значит, они знали, что нет у них сил его больше никаким образом удерживать. Вот именно по этой причине, чтобы испортить людям праздник освобождения, я думаю, что вот они так поступили, отступая, естественно, потому что демонстрировать бег доброй воли в который раз им, наверное, уже, так сказать, самим как-то, вот, ну, даже для их пропаганды является каким-то, знаете, уже непреодолимым выдумывать, под каким соусом это все преподнести россиянам. Несмотря на то, что россияне, знаете, удивительным образом, ну, как вам сказать, такие очевидные вещи не сопоставляют, как, например, то, что они ненавидят 90-е, называя их лихими, и при этом при всем, и говорят, что их ограбили в это время, и при этом при всем они забывают, что это сделали ровно те самые люди, которые у руля. То есть тот же самый Кириенко, тот же самый Путин, но сейчас чуть-чуть скрывающийся, так сказать, от внимания пристального СМИ Чубайс и другие бенефициары той еще приватизации, прихватизации, точнее сказать. Вот они же и у руля. Ну, вот, видите, с этим пока справлялся. Им хочется привет передать, Мария, им мы можем привет передать от президента Украины Владимира Зеленского, который уже сегодня сказал, что Украина будет подавать иск в Международный суд в Гааге по поводу вот этого преступления, которое они сегодня совершили на территории Каховской гидроэлектростанции. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok